Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В покупке овощей почти в полтора раза стали дороже огурцы и помидоры. Небольшое снижение отмечено на макаронные крупные изделия и на рыбу. Что касается услуг, то подорожали билеты на поезда дальнего следования, билеты в кино, ветеринарные услуги. Программа Экономика. Область получила 17,5 миллиардов из федерального бюджета. Эта сумма поступила в регион в 2017 году, сообщает Минфин. По сравнению с 2016 годом доходы увеличились почти на 20%, в основном за счет увеличения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В целом доходы области в прошлом году составили порядка 45 миллиардов рублей, то есть на средства федеральной казны пришлось более трети. Экономика. На 101 фен. Город рассчитывает заработать 66 миллионов от продажи своей собственности. Это предусматривает проект программы приватизации муниципального имущества, который будет вынесен на ближайшее заседание Гордумы. К продаже предполагается 69 объектов недвижимости. В основном это нежилые помещения, как с землей, так и без, расположенные в отдельно стоящих зданиях, а также на первых и цокольных этажах и в подвалах многоквартирных домов. Ожидаемый доход на 2018 год 66 миллионов рублей, хотя в программе приватизации заявлено имущество на 130 миллионов. Это связано с тем, что чиновники заранее ожидают, что большого спроса на муниципальную недвижимость не будет. К другим новостям. 3,5 тысячи кировчан потенциальные банкроты. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро. На конец прошлого года под это определение попали по стране 700 тысяч человек. Это примерно полтора процента общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг перед кредиторами почти 2 миллиона рублей. Процедуру банкротства инициировали 30 тысяч граждан, то есть 4,5 процента от общего числа потенциальных банкротов. В Кировской области 3,5 тысячи граждан подходят под это определение. Это менее 1 процента заемщиков. Процедура банкротства введена в отношении 223 граждан ИИП. Банкиры продолжают судиться с собственниками Джимола. Кредитор обратился в арбитражный суд с гражданским иском к четырем компаниям, которые являются владельцами торгового центра. Он требует выплатить неустойку 15 миллионов рублей по нескольким кредитным договорам, заключенным в 2011 и 2013 годах. Предварительное судебное заседание по делу состоится 12 февраля. В прошлом году собственники Джимола подписали мировое соглашение с банком-кредитором. Они признали свои обязанности по кредиту в сумме более 34 миллионов рублей и обязались заплатить до 2021 года. После этого они продолжили уклоняться от платежей по графику и в ноябре было заключено новое соглашение. Компании должны уже более 44 миллионов. Кировчан предупреждают о мошенничестве в сфере онлайна микрозаймов. В ОНФ все чаще обращаются с жалобами людей, которые пострадали, пытаясь получить деньги через интернет. После оформления займа без ведома кировчан с их банковских карт списывают деньги в погашение задолженности по займу. Причем доказать факт нарушения закона в этом случае весьма проблематично, ведь люди сами предоставляют все необходимые для списания денег сведения данные карт и коды, указанные с оборотной стороны. По словам эксперта проекта ОНФ за честные закупки в Кировской области Михаила Никитина, в подобных случаях необходимо немедленно производить блокировку карты и обращаться в правоохранительные органы заявлением о мошенничестве. Напоследок, коротко несколько цифр. Почти 8 миллиардов рублей перечислили 20 крупнейших налогоплательщиков в областной бюджет в прошлом году. 200 миллионов рублей дополнительно рассчитывают получить область на путепровод в чистые пруды. Таким образом финансирование достигнет миллиарда. В Дорожный фонд собрали 5,5 миллиардов рублей. Минфин подвел итоги за 2017-й. В завершение валютах доллар сегодня 55,93. Курс евро 69,46 рубля. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM Редактор субтитров А.Сёмкин,조ея «Экономика» на 101FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...